Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен монете 10 копеек 2014 года. Но стоит отметить, что данные монеты были отчеканены в 1992 году, а официально попали в оборот в ходе денежной реформы 1 сентября 1996 года. И по сей день находятся в обращении Украины. На ваших экранах монета 10 копеек 2014 года и ролл, ролик или же туба, как ее иногда называют, коллекционеры монеток, тоже номиналом 10 копеек, 2006 года. Вот так в роликах банкнотно-монетный двор Украины запечатывает новые монетки и рассылает их по территориальным управлениям Национального банка Украины. После чего они попадают в обращение в магазины. В таком ролику находится 50 монет, то есть номинал такого ролика 5 гривен, о чем написано на самом ролику. Банкнотно-монетный двор Украины, монета номиналом 10 копеек, 50 штук. Общая сумма 5 гривен и логотип банкнотно-монетного двора на ролику. Что с собой представляет данная монета? Это латунный кружок диаметром 16,3 мм, толщина монеты 1,25 мм, вес монеты 1,7 грамма. Гурт монеты рифленый, вы можете его увидеть, мелкая насечка. Стоимость данных монет, поскольку они находятся в обращении, можно сказать, что они стоят по номиналу 10 копеек. Ну и естественно в разном регионе мира они стоят немножко по-разному, так как для других стран они уже являются коллекционным материалом. При этом, как вы понимаете, эти монеты только что из ролика, они в самом высоком коллекционном качестве, которое вообще может быть для обиходных монет. То есть только с монетного двора и только с ролла. То есть более чем они терлись одна от другого, никаких у них следов обращения нет. Это можно сказать, что это монеты Uncirculated, не бывшие в обращении. Поэтому, конечно же, если на Украине не стоят практически по номиналу, то уже в России или в США, в Японии они уже могут стоить 20-30-40 центов, может быть 50 центов за монету. Надеюсь, что вам был интересен наш видеообзор. Подписывайтесь на канал Мир Коллекционера в YouTube. Если у вас остались к нам вопросы, пишите их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. До новых встреч. Спасибо вам за лайк и комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!